Главой государства подписан еще один важный документ. Постановление о дополнительных мерах по развитию народной медицины в Республике Узбекистан. Оно заложит фундамент создания республиканского научно-практического центра народной медицины и его 14 региональных филиалов. Какие задачи поставлены перед центром в комментарии программы. Долгие годы отношения к народной медицине в связи со сложившимися обстоятельствами было можно охарактеризовать той терминологией, что применялось по отношению к ней. Знахарство, шарлатанство и так далее. Не брались в расчет многолетние исследования и научные труды наших предков, которые изучались и изучаются во многих странах мира. Имена Абу Али ибн Сины, Абу Бакра Аррази, Абу Мансура Кумри, Исмаила Джуджани, почитаемые в кругах мировой медицинской общественности. Должное внимание к данной области началось после выхода постановления главы государства в октябре 2018 года о мерах по упорядочению сферы народной медицины в Республике Узбекистан. Когда народная медицина получила официальный статус, была создана кафедра и внесены коррективы в программу обучения вузов, реализована соответствующая программа. Однако система подготовки и переподготовки специалистов вкупе с инфраструктурой все еще несовершенны. В этой связи, согласно постановлению президента, о дополнительных мерах по развитию народной медицины в Республике Узбекистан с 1 мая 2020 года создаются Республиканский научно-практический центр народной медицины и его 14 региональных филиалов. Подобные структуры, по данным Всемирной организации здравоохранения, функционируют в 73 странах. Что же касается задач, поставленных перед отечественным центром, то они лаконичны и понятны. Анализ и изучение эффективности методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием методов народной медицины, включая исторические традиции и уникальное наследие узбекской народной медицины. Развитие основных направлений народной медицины. Фитотерапия, акупунктура, аюрведа, гомеопатия, йога, моксотерапия, натуропатия, остеопатия, термальная медицина, хиропрактика и другие. Подготовка учебно-методической литературы. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по народной медицине, медработников и лиц без медицинского образования в региональных центрах. Организация выращивания и заготовки растений и сырья нерастительного вида, применяемых в народной медицине, проведение лабораторных и научных исследований. Исторически лечение методами народной медицины многих болезней приводило к хорошему эффекту. И сегодня, когда весь мир закрыт от пандемии, борется с коронавирусом, думаю, будет очень правильно говорить о том, что какие-то методы народной медицины или принятые исторически в народе будут приемлемы для нашего народа сейчас. Это следование правилам гигиены, это определенные упражнения, это повышение иммунитета. Что хотелось бы отметить, что одним из аспектов в этом документе является то, что базой для повышения квалификации и учебы специалистов в области народной медицины будет являться клиника Ташкентской медицинской академии. В связи с этим, я думаю, что у нас будут углубляться проекты с зарубежными партнерами в связи с развитием стратегии ВОЗ, развитие народной медицины в странах с учетом их особенностей, с учетом исторически признанных методов, теоретически обоснованных, а также новым будет то, что будут продолжаться научные исследования в области народной медицины, особенно с интеграцией современной западной медицины. Мы все знаем, что восточная медицина интегрирована западно, ее лучшие методики уже внедряются, имеют эффект лечения пациентов. Именно в таком моменте, когда угрожает нам коронавирус, пандемия, народная медицина и современная медицина, они должны быть вместе, они должны восполнять друг друга. Многие врачи мира советуют, что надо повысить иммунитет организма. В основном, естественным путем, природными средствами. Наши народные целители в Узбекистане имеют большой опыт, если их тоже привлечь к работе борьбы против вируса, наша медицина вместе с современной медициной и народной медициной обязательно победит эту пандемию в Узбекистане и дает большие возможности для благополучного завершения карантина. Как показывает мировая практика, в сфере уже имеются признанные лидеры, и они уже заняли ведущие позиции. Это Индия, Китай, а также Франция, Россия, США и Австралия. И нам предстоит нелегкий труд по глубокому изучению своего наследия с целью определения приоритетов развития. И вновь обращаясь к опыту Поднебесной, отметим, что в Китае до 20% от общего числа обращений за медуслугами приходится на народную медицину. К этому вопросу мы еще вернемся, тем более, что в стратегии в области народной медицины на 2014-2023 годы ВОЗ призывает страны содействовать научным исследованиям, разработкам и инновациям в области народной медицины. Потому в соответствии с документом предусматривается разработка совместно с Всемирной организацией здравоохранения концепции развития народной медицины в нашей стране в 2021-2025 годах с индикаторами и дорожной картой, которая будет взаимодополнять концепцию развития системы здравоохранения, которая также реализуется до 2025 года включительно. Планируется изучение опыта стран, имеющих прогрессивные достижения в данной области. Поэтапность мероприятий, указанных в данном документе, говорит о том, что последовательно будут консолидироваться специалисты в области народной медицины со специалистами современной медицины, что в свою очередь, естественно, повысит качество оказываемых медицинских услуг. Открытие кабинетов народной медицины, где будут работать совместно и специалисты в области народной медицины, и также врач современной медицины. Их совместная работа определенно должна отразиться на качестве медицинского услуга. Кроме того, на способности выбора пациента, то его или иного метода, который он предпочитает, что очень важно, когда пациент непосредственно сам включается в собственный процесс выздоровления. Большинство стран-членов ВОЗ при упорядочении сферы народной медицины сталкиваются с трудностями, связанными с отсутствием научных данных, финансовой поддержки проведения исследований, системы подготовки и повышения квалификации специалистов, знания и опыта у национальных органов здравоохранения, каналов сотрудничества и обмена информацией о народной медицине между госорганами и другими организациями. Потому создаваемый центр определяется в качестве локомотива, способного развивать практику в унисон с теорией, когда многопрофильная клиника Ташкентской медицинской академии становится базой по подготовке специалистов. Кстати, выпускникам региональных центров будут выдаваться специальный сертификат, а лицам без медицинского образования удостоверение, дающее право заниматься соответствующими направлениями народной медицины. Почему интеграция столь важна? Современная медицина, безнародная медицина – это словно птица без одного крыла. Я на протяжении 30 лет провожу операции различной степени тяжести. Я хирург. К примеру, удаление камня в детской урологии – сложный процесс, после которого я должен применить метод метафилактики, то есть предотвратить повторное появление камня. В этом плане роль фитотерапии, лекарственных растений, настоек, почечного чая трудно переоценить. Их применение позволяет исключить рост камней в почках. В ином случае, буквально через 6 месяцев, я наблюдал появление новых, даже больших по размеру камней. Тоже можно сказать и о других аспектах современной медицины. Также в регионах появятся современные лаборатории, что существенно повысит отдачу проводимых исследований. Помимо этого, создаются плантации при центрах, где будут культивироваться и проводиться научная работа с перечнем народных средств, сформированным Академией наук. В перспективе планируется перейти на промышленное производство. Вероятно, специальные исследования, которые будут сделаны, а также развитие такой отрасли, как выращивание специальных фитотрав, необходимых для лечения той или иной патологии, а также создание определенных лекарственных препаратов, либо мази, определенных приправ, структур, настоек, которые также более эффективны и, может быть, менее вредят человеку. Кроме того, есть определенные категории возрастные. Мы знаем, например, что в Корее, в Китае на растительных травах специально разрабатываются препараты для детского возраста, также для пожилого возраста. Думаю, что это найдет свое отражение в области педиатрии и гириатрии. Согласно постановлению, с 1 мая этого года во всех медицинских учреждениях, вне зависимости от формы собственности, будут организованы кабинеты народной медицины, что также найдет отражение в лицензионных требованиях. И вновь возвращаясь к опыту Китая, где действует более 440 тысяч учреждений, оказывающих услуги народной медицины, которая распространена в 100 странах. Всего в мире 100 тысяч клиник китайской медицины и 300 тысяч целителей. В рамках дополнительных мер по развитию сферы планируется привлечь помимо китайских, корейских, японских, индийских, вьетнамских, французских и российских специалистов. Имея богатейшее наследие, труды, ставшие канонами мировой медицины, приходится реально оценивать ситуацию, при которой при должном исполнении вышеназванных документов сиюминутной отдачи ждать не стоит. Кропотливый труд, изучение истории и взгляд к перспективу. Вот кредо успеха нашей народной медицины.